сопровождение интеллектуальной собственности с нуля думаете что защищать интеллектуальную собственность нужно только крупным корпорациям или айти разработчикам или специалистам творческих профессий на самом деле интеллектуальная собственность есть во всех сферах бизнеса и в малом и в среднем и в крупном сегодня расскажем как выявить объекты интеллектуальной собственности в вашей компании как их защитить и зачем нужна помощь специалистов сопровождение интеллектуальной собственности с нуля с чего начинаем этап 1 находим все объекты интеллектуальной собственности которые есть сейчас и которые потенциально будут созданы в ближайшие 12 месяцев и готовим специальное айпи портфолио то есть собираем все ваши объекты интеллектуальной собственности которые нужно защищать. Это могут быть будущие товарные знаки, будущие патенты на изобретение, полезные модели и промышленные образцы, авторские права на IT-разработки, базы данных или произведения искусства, секреты производства, то есть ноу-хау, средства индивидуализации, то есть фирменное название, цвета, брендбуки. Зачем это нужно? Ответ прост, чтобы больше зарабатывать. Грамотно оформленное IP-портфолио помогает привлекать инвесторов, увеличивает рыночную стоимость компании, открывает окно возможностей для партнерства. Этап 2. Проводим IP-аудит. Что это значит? Для каждого найденного объекта интеллектуальной собственности определяется способ защиты – патентование, депонирование или регистрация. Важный момент – выбираем способ защиты, исходя из целей, которые стоят перед бизнесом. Если эта цель – подороже продать компанию, то способ один, а когда нужно привлечь инвесторов – уже другой. Этап 3. Защищаем цифровые активы на международном уровне. Некоторые права на интеллектуальную собственность действуют только на территории России. Если вы планируете выход на международные рынки, подберем специальные способы защиты. Этап 4. Разрабатываем стратегию управления и монетизации объектами интеллектуальной собственности. Если сказать проще, думаем, как вам заработать еще больше на результатах интеллектуального труда. Чтобы цифровые активы не теряли стоимость, нужна помощь профильного юриста. Мы помогаем на всех этапах, начиная от постановки на баланс компании, заканчивая аннулированием действия актива. Этап 5. Разрабатываем лицензионные схемы развития бизнес-активов. Это могут быть популярные бизнес-направления или, например, брендированные сувенирная продукция. Объекты интеллектуальной собственности не должны пылиться на полке, как и любой актив в компании. Нематериальный актив тоже должен работать на правообладателя. Специалисты нашей компании помогут правильно использовать актив, заключить выгодные и безопасные контракты, избежать рискованных или убыточных сделок. Оцениваем не только юридические, но и репутационные риски. Готовы зарабатывать на нематериальных активах? Записывайтесь на консультацию, подписывайтесь на наш канал и ждите новые интересные видео. До встречи!